МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую на канале, дорогие мои друзья, мои товарищи, подписчики, все, кто решил заглянуть ко мне на канал. С вами я, Вера, и сегодня воскресный вязально-носочный влог. Всем спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии. Мне очень приятно, очень радостно то, что вы смотрите, комментируете. Я думаю, что мы продолжим на этой же волне, поэтому ставим пальчик вверх и продолжаем смотреть. Ну и так, сегодня в программе, как говорится, помните, такая была программа международное обозрение? По-моему, оно и сейчас еще есть, международное обозрение. И там все время говорили. Сегодня в программе факты, события, комментарии. Так и вот, и у нас сегодня. События. У меня три новых изделия. У меня покупка новой пряжи. И у меня начало новых носков. Об этом все по порядку. Так что устраиваемся поудобнее. И поехали. Ну и так, начнем с самого начала. Но не с конца же, в конце будет пряжа. Значит, в последнем видео у меня было начало работ вот этих носков. Вот этих красавцев. Да, красавцы. Мне очень нравится самой, как я подобрала сочетание цветов пряжи, сам узор. Вот, значит, что про эти носки. Узор я нашла в Пинтересе. Вернее, не узор, а сами носки я нашла в Пинтересе. Узор я перерисовала. Схемы у меня на этот узор не было. Я сама смотрела на фотографию, где связаны были такие носки, особенно вот этот вот узор. И просто рисовала, как он был связан. Здесь у меня уже, как говорится, вплетало три нити. То есть, допустим, здесь, если начало, здесь красная и белая идет, да, один ряд. А вот во втором ряду у меня три нити идут. Значит, вот это, ну, какой-то цвет, ну, болотный цвет, допустим, да. Вот болотный, белый, красный. Опять белый, болотный, белый, красный. Опять белый, болотный, белый, красный. То есть, вот такая вот галочка здесь заканчивается белым, а вот в этой середине галочки появляется болотный цвет. Вот, возьмем, чтобы не пальцем тыкать, а здесь появляется болотный цвет. Вот здесь вот у меня уже три нити вплетеные получаются. Здесь две, красный, белый, красный, белый. Вот здесь опять у меня уже три нити тоже вплетаются вот в этом промежутке. Ну и так далее. А здесь две, темно-коричневый и красный, убавки. Так, изнанка, изнанка, всем интересно, изнанка, пожалуйста, изнанка. Я делаю протяжки на три петли, если протяжка больше, чем три, то я делаю переплетение. Ну, допустим, вот здесь видно, что это переплетение. А так вот по три петли у меня просто протяжка идет. Вот. Они получаются двойные, плотные, теплые. Так, вязала точно так же из своих запасов бобины пряжи различного цвета. Вот эта красная, это Реал 40 с подмотом из бобины. А вот эта вот серая, это Ализе Ангора Голд Симли с подмотом. Вот. Ну, остальное это бобинная пряжа. Как вязала эти носки? Я их вязала сначала сплошным полотном, только для пятки. Вот здесь вот оставляла на дополнительную нить, ввязывала дополнительную нить для пятки на двух спицах. То есть, я довязала определенного момента. Затем здесь на двух спицах провязала дополнительной нитью контрастной. Затем, опять здесь же у меня осталась основная нить. Вот. Дошла до этого момента. Основную нить оставила. Взяла дополнительную и провязала две спицы. Затем вернулась сюда, опять взяла свою основную нить и вязала дальше по кругу. Вот этим вот, вот этим болотным цветом. Вот. И у меня вот это, как бы пятки здесь не было. Вот. Было вот так. Вот так было. Вот таким образом. И я вязала все это дальше. Здесь вот видно, что я делала смену нити именно на подушке. Ну, чтобы, ну, понятное дело, чтобы здесь было меньше вот этих стыков. Поэтому у меня вот здесь вот идет стык. Здесь видно, да, что здесь немножко, как бы это, но это на подушке ничего страшного. Так вот, здесь оставалась дополнительная нить. Когда я все довязала, я на спицу, значит, эту нитку выдергиваем. На спицу набираем петли с обеих сторон. И с нижней стороны, и с верхней стороны петли набираем на спицу. И потом уже вяжем саму пятку. То есть по кругу уже начинаем вязать пятку. Получается, как бы, тоже четыре спицы. Ну, интересно, надо поделить же, потому что она же не будет так. Вот, четыре спицы. Ну, можно на круговых, кому как. И, значит, провязывается три-четыре ряда сначала в высоту без убавки. А затем начинала делать убавки через ряд. Если у меня здесь, допустим, 18 петель на одной спице, то я делала убавки до тех пор, пока у меня на спице не осталось по 10 петель. То есть через ряд делала убавки через ряд до того количества петель, пока у меня на спице не осталось 10 петель. Когда уже по 10 петель осталось на каждой спице, я стала делать убавки в каждом ряду. Дошла до того момента, когда на каждой спице осталось по 6 петель. То есть, значит, спереди 12 и тут сзади 12. И потом просто закрыла с помощью крючка. Не стала вот это шов там прятать. Пойдет. Как раз плотнее будет. В общем, понятно, да? Дополнительная нить плетается и все вяжется дальше. Здесь нету клин подъема. Здесь клин подъема учитывается в том плане, что вот когда набираете петли по кругу и провязываем вот эти вот несколько рядов, 3-4 ряда, вот это вот и дает клин подъема. Вот, ну, то есть расширение вот здесь вот на пятке. Вот это вот. И все. Значит, через ряд делаем убавки, потом в каждом ряду и закрываем. Но вот здесь вот можно валировать. То есть, вот этой пяткой можно валировать. Если вам надо, чтобы пятка была глубокая, значит, продолжаем через ряд закрывать. Если надо, чтобы пятка была короткая, то закрываем в каждом ряду. Почему? Потому что вот эта вот пятка, от мыска до пятка, это ваш размер, длина вашего изделия. Вот эта вот стопа. Преимущество этой пятки в чем? Если кому-то нравится так вязать, или кто-то уже пробовал, эту пятку, если она протрется, будет дырка, ее можно просто распустить, обрезать и на эти петли набрать заново на спицу и опять заново связать эту пятку. Вот. И все. А так, честно говоря, честно говоря, мне такие пятки не очень. Не знаю, они какие-то немножко, мне кажется, несуразные. Хотя на ноге сидят, разговора нету. Ну, вот я когда первую пятку вязала, мне казалось, ну, такая муть. А потом, значит, уже когда вторую, уже легче мне было. Ну, в принципе, можно и такие вязать. Вот еще преимущество в этих пятках, потому что не ломается узор. То есть не надо вот этот вязать клин подъема, потом делать убавки и вот этот узор как бы его делать, да, чтобы он не ломался. То есть в любом случае, да, в носках, когда делаешь, ну, клин подъема, да, и вот здесь вот этот узор, он будет, естественно, ну, ломаться. Вот эти вот носки, которые есть, как бы журабы, которые, да, вы там же замечаете, что там пятку вывязывают отдельно. Вот. Там еще есть вот такой вот бордюр вдоль пятки, вот так вот идет, да, и вот сюда вот идет. Это вот именно вяжут такие носки, вот с такой пяткой. То есть сначала вяжут полностью носок, а потом уже вывязывают отдельно пятку. Ну, вот преимущество только в том, что здесь вот не ломается узор, поэтому. Ну, в общем, вот такие носки получились. Двойные, даже тройные в одном месте, толстенькие, теплые носить. Самое интересное. И главное, очень красивый узор получился. Да? Да. Все. С этими носками я вам объяснила, покончено. Здесь, в общем, я применила новый метод пятки. И теперь, значит, следующие носки, которые вы не видели, и я их связала, ну, так, от балды, как говорится. Вот. Значит, такие носки. Ну, здесь, в этих носках, возвратился узор Мариус. Ну, захотелось мне повязать Мариус. Вот этот вот узор, значит, тоже сверху, от резинки, Мариус. И вот здесь тоже такой вот узорчик. Здесь пятка. Бумеранг. Вот. У меня всегда какие-нибудь новые пятки. Почему такая пятка? В общем, как бы вам это объяснить? Сейчас сосредоточусь. Итак, что с этой пяткой не так? Вернее, не так, а что с ней так? Это пятка бумеранг. Но. Так, с чего бы, как начать это все? В общем, началось с того, что я опять, когда дошла до момента, где надо вязать пятку, у меня стал опять вопрос, какую пятку здесь связать. Если опять вязать клин подъема, значит, ну, надо будет как-то рисунок опять вписывать. Мне этого очень не хотелось. Потом я думаю, так, может быть, пятку бумеранг связать. Давненько я ее не вязала. Потом, когда я уже мысленно прокручивала эту пятку бумеранг, потом думаю, так, там идут оборотные петли, там надо будет накидывать и перетягивать эту петлю. Ну, вы примерно же понимаете, да, о чем я говорю, как пятку бумеранг вяжется. И я вспомнила о том, что у меня когда-то была такая же пятка бумеранг, но вязала чуть-чуть по-другому. Ну, вернее, принцип вязания тот же, но вот эти оборотные петли я делала по-другому. Я нашла свое старое видео, посмотрела его и поняла, что, о, это же так замечательно, надо попробовать опять вспомнить свое старое ноу-хау, как говорится. Я этот старый ролик перезагрузила на канал. Я дам доступ вам, и вы тоже там можете посмотреть, как вязать эту пятку. Я не стала здесь снимать эту пятку, потому что здесь темная пряжа и очень тяжело видно. Поэтому, кому интересно, как эта пятка вяжется, значит, посмотрите то видео. Здесь все так же, как и в пятке бумеранг. То есть мы так же вяжем оборотными рядами туда и обратно, одну сторону пятки, но оборотную петлю мы не затягиваем, а просто делаем на спицу накид петли. Ну, может быть, кто-то так тоже делает, когда вяжет, ну, допустим, где-то там в каких-то изделиях, где нужны оборотные ряды. В общем, я эти оборотные ряды вот с накидом нитки на спицу применила вот в пятке. Это было года 4 назад, наверное, я эту пятку так вязала. Потом как-то забросилась, перекинулась на другие пятки, да, способ вязания других пяток. И вот сейчас опять вернулась. Мне этот способ очень понравился в том смысле, что здесь нету дырок. То есть вот, ну, как сказать, вот когда даже оборотные петли делаешь, да, и закрываешь, начинаешь закрывать вторую сторону пятки, вот здесь могут образоваться дырки. Как бы там ни затягивали, ни перетягивали эту нить, все равно может образоваться петля, дырка, вернее, от петли. Но вот в таком способе вязания здесь дырок нету. Вот, ну, во всяком случае, у меня нету. И здесь еще, знаете как, когда вот этот вяжем сначала одну сторону, затем провязываем пару рядов вот так вокруг, вокруг носка и вокруг пятки. Пару рядов вот этих вот, видите, ряды вот. Они вот одну половинку пятки связали, и вот здесь вот идем по кругу. Вот так вот два ряда провязали. И потом начинается закрываться вторая половина. Точно так же с накидом нити на спицу. То есть не затягиваем петлю, оборотную петлю не делаем. И закрывается вторая половина носка. Ой, пятки, вторая половина. И потом выходим уже на подошву. Здесь клин подъема можно делать, но, ну, то есть расширить можно. Просто я здесь не делала. Он у меня и так здесь широкий носок, потому что здесь много петель набрано. Вот. Подъем можно делать точно так же, как и в бумеранге. То есть перед пяткой добавляем количество петель, а потом начинаем закрывать петли на пятку. А потом вот здесь, когда вот эту пятку закрываем полностью вторую часть, эти петли сокращаем. Ой, наговорила, не знаю, поняли, не поняли. Но кто вяжет пятки бумеранг с клином подъема, тот, наверное, меня поймет. Вот, кто вязал. В общем, здесь что в этой пятке. Пожалуйста, можете посмотреть еще раз видео, как я вязала эту пятку. Какие петли оборотные получаются и что из этого вообще выходит. Можете попробовать посмотреть. Вернее, посмотреть, а потом попробовать, как это вязать. Но мне понравилось. Я думаю, что в следующих своих носках, которые я начала вязать, я тоже буду применять эту пятку. То есть буду закреплять свою технику вязания пятки. В общем, вот такие носки у меня еще связались. Так, теперь поехали дальше. Так, значит, далее. Далее что у нас. Я говорила, что я заказывала пряжу для носков, то есть носочную пряжу. Я связала, значит, эти две пары носков, довязала, значит, это довязала, потом эти связала, и у меня еще было времени до того, как придет посылка. Ну, то есть смотрим же там трек, да, там, когда ожидается поступление, и тому подобное. Посылка мне пришла в субботу, вот, и до субботы у меня было время. Ну, то есть вязать мне было нечего. Я так подумала, так, я пока носки не буду другие начинать, надо что-нибудь другое. Ну, и вернулась к своим следкам. То есть, значит, вот эти следки у меня уже были связаны, да, как-то я показывала, они у меня уже были связаны, были с вышивкой, все сделано. Это, значит, такие же следки, как я вязала и в прошлом году. Кто не знает, значит, не видел мои прошлогодние следки, ну, придется вернуться на несколько видео назад, то есть, значит, зайти на канал и там полистать, поискать. Значит, эта пара у меня уже была готовая, связанная. Ну, я думаю, так, давай-ка я еще следочки свяжу, потому что, ну, как бы, следки я еще хотела вязать, и они мне нужны. Ну, и вот, вот что у меня, значит, в итоге получилось. Ну, естественно, все то же самое, все по той же технологии, ничего пока не нарушаю. Госстандарт, это, придерживаемся гостандарта. Вот. Ну, здесь что, вышивка точно так же, только вот у меня здесь появился бантик, видите, вот. Значит, связала заготовку, серый фон, сделала вышивку, и думаю, что-то здесь не хватает, чего-то здесь не хватает. И потом что-то так подумала, это же букет цветов, думаю, надо тогда бантик сделать. Ну, и связала из такой же пряжи крючком, значит, цепочку воздушную, да, такую этот, и завязала бантик, то есть я его вот так вот продела через левую сторону, здесь завязала узелок, завязала бантик, потом взяла иголочку с ниткой и в нескольких местах просто его как бы пришила, подцепила, чтобы он не болтался. Вот. Вот такой вот у меня получился дизайн в этот раз. Вот такие вот цветочки, букет цветков с бантиком. Вот здесь вот тоже так же бантик пришила. Пряжа все та же самая, на 100 грамм 300 метров акрил, в две нити. В общем, девчонки, вот такой вот у меня есть еще наборчик, мою коллекцию следочков. Как вам? Берите на заметку. Здесь вот остаток вот этой пушистой пряжи, ну не пушистая, это плюшевая пряжа от Ализе Софти. Я когда-то вязала игрушку пингвина, у меня оставалась вот эта пряжа. Ну я думаю, чё этот моточек вот так болтается? Думаю, надо-ка его тоже куда-нибудь запустить. Можно было бы вот сюда тоже, но чё, сначала не подумала, а потом уже было поздно. Но ничего. В общем, вот так, девочки, можете украшать тоже в своей следочке, и будет у вас красота. Всё, теперь поехали. Я вам покажу распаковку посылки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, давайте посмотрим поближе. Итак, в упаковке, значит, два моточка, 100-граммовые, 400 метров. Ну, так как и здесь заявлено вот на вкладыш, вот на таком. Значит, произведено на оборудовании марки такой-то Италия, то есть оборудование итальянское, сделано в Китае, но все претензии можно предъявить Санкт-Петербургу. Ай, кошмар какой, потому что здесь написано импортер и организатор уполномоченная на принятие претензий ООО БСТЭКС Санкт-Петербург проспект Энгельса тудым-сюдым и номер телефона. Вот, пожалуйста. Значит, так получается. Произведено в Китае на итальянском оборудовании, а все претензии, пожалуйста, в Санкт-Петербург отправляйте. Рочи комцов не найдете. Ладно, девчонки, давайте так, теперь посмотрим. Значит, сказала, да, 100 грамм, 400 метров, 75 шерсти, 25 нейлон. Ну вот, по составу это, конечно, ну, классическая носочная пряжа. По текстиль, ну, текстильно, текстильно, да, или вот по ощущениям, ну, шерсть, как будто, якобы, шерсть, да. Шерсть, да. Но, тоненькая. Вот тоненькая. Очень напоминает мне регию. Ну, вот такая вот регия. Здесь на 100 грамм. Тоже, по-моему, 400 метров. Вот из этой пряжи я вязала. Вот она мне очень напоминает вот эту пряжу. Вот такой стенд, да, у меня. Я вообще не любитель вязать из носочной пряжи. Носки из носочной пряжи. Я сразу это говорю, уточняю. Но я взяла из-за секционки, из-за расцветки. Ну, я тут смотрю, она не так, как секционная, она больше принтовая. То есть, у принтовой, у нее короткие секции, правильно? У секционки, она, секции должны быть длинные. Ну, я видела, конечно, там, видео, смотрела, носки, какие вяжутся, получается, из, ну, из одной, просто из мотка, если вязать. Ну, там, тоже многие писали, что очень тоненькая ниточка. Я думаю, ну, тут вот рекомендации, уху-ху-ху-ху-ху. Крючок и спица два с половиной написано. Да, вот. Два с половиной. Так, это номер цвета, рыжий. Здесь, наверное, больше будет видно. Вот, цвет 10.01. Вот это, крючок. Нитка тонкая, но это все одно и то же. Здесь расцветка 10.03, в этом голубом расцветка 10.06. Так все одинаково. Поэтому будем смотреть на одной. бобинки, одну моточек. В общем, секции здесь короткие. Вот смотрите. Вот. короткие секции, не длинные. Моточек вроде как вот такой маленький, может быть, он просто приплюснутый, то, что пока ехал в посылке, пока швыряли туда, может, за это. Вот так какой-то моточек маленький. С внутренней стороны. Ну, точно так же, как и везде. Пряжа, конечно, это новая, еще не такая популярная на YouTube, как говорится. Девчонки, еще не очень много ее рекламируют, не очень многие из нее вяжут. Она вот только-только начинает набирать обороты. И разницу между пряжей, допустим, Ализе, носочная пряжа, да, или там Нака, носочная пряжа, это уже решать не мне. Это решать тем, кто постоянно вяжет из носочной пряжи и может сделать какие-то сравнения и выводы. Здесь я вам этого не дам. Я просто вам показала, что я взяла такую пряжу и вот какие у них секции. Секции короткие. Здесь. Ну, это только можно увидеть, когда уже буду что-то там вязать. Ну, вот допустим, отсюда. Здесь тоже вот такая вот. Ну, это, знаете, такие, они, цвета не такие яркие, более такие приглушенные, такие более пастельные, да, приглушенные тона. Ну, вот такая голубая, я говорю, вот у меня даже она чем-то похожа на Риге, даже расцветка такая вот у меня была голубая. Я вязала из этой пряжи, тоже была вот такая вот тоненькая. Носки у меня тогда, помню, не получились из этой пряжи, потому что сильно тонкая для меня. На два, на двойки даже, по-моему, я вязала. Ну, может быть, я тогда еще, как бы, ну, не очень к ней была привыкшая, приученная. ну, не знаю, ну, на два с половиной. В общем, будем вязать, пробовать, что из этого получится. Все, что могла, вам пока показала, рассказала. Так, значит, я перемотала моточки, по одному моточку на моталке. Пряжа скользкая, честно, скользкая, ну, может, потому что здесь нейлон содержится, в общем, она соскакивает, немножко, как-то неудобно. В общем, целый моток 100-граммовый мотать на моталке очень проблематично, потому что уже потом в конце начинают соскакивать нитки. Цепкости между собой нету, она, мало того, что она, она вот на ощупь, она вот как бы шерстяная, да, чувствуется, что здесь шерсть, она вот ощущается, но в то же время она скользит, ну, потому что, наверное, 25 нейлона содержится. Ну, в общем, вот такая расцветка, я специально, думаю, так показать, моточек это одно, а вот в перемотке она вот так выглядит. Это, значит, так, и, естественно, уже два мотка, вот видите, она как, вот, вот эти вот, видите, дополнительные, вот, когда мотаешь, они вот вылазят, вот это вот, соскальзывает, соскальзывает, поэтому, или вручную надо перемотать, ну, или мотать маленькими клубочками, чтобы не было вот этих вот хвостов, вот видите, вот они соскальзывают, вот, с общего мотка они начинают соскальзывать, поэтому, в общем, надо, я сначала, ну, так вот большой моток намотала, а потом вот перемотала, еще раз, ну, это ладно, это технические, такие нюансы, если что, имейте ввиду, и, естественно, я ждала эту пряжу, потому что я, у меня были уже, в планах, связать носки, именно, узором, жаккардом, но, чтобы там была, вот такая вот, секционная пряжа, да, но, еще раз повторю, это не секционная, она больше принтовая пряжа, потому что секции здесь короткие, даже вот сейчас, когда я вяжу, я вижу, что здесь короткие секции, нет, конечно, есть видео, где девочки вяжут только из этой пряжи, то есть, никакую добавочную нитку не берут, в одну нить, даже мне там писали, в телеграм-канале, кстати, важное объявление на телеграм-канал, у меня есть ссылка под видео на телеграм-канал, многие просят схемы, описания, я выставляю описания или схемы в сообщество, но, допустим, в некоторых странах сообщество не открывается, поэтому, можете заходить по ссылке на телеграм-канал, я туда буду оставлять схемы, можете задавать там вопросы, вот, ну, я не так часто там бываю в этом телеграм-канале, но все-таки, если есть какие-то вопросы, нюансы, или там вам надо что-то узнать, уточнить, пожалуйста, можете заходить в телеграм-канал, все сейчас открывают телеграм-каналы, ну, вот, он у меня уже давно открыт, но я как-то мало им пользуюсь, но я поняла теперь, что этим надо пользоваться, очень хорошая вещь, и, в общем, милости просим, телеграм-канал, так, отступила, да, ну, теперь давайте еще раз, про вот эти вот носки, про эту пряжу, на этот узор, я заглядывалась давно, он у меня даже есть, в тетрадке, моей старой тетрадке, прошлогодней тетрадке, это вот прошлогодняя тетрадь, с схемами, вот, помните, я там, у меня были носки, с, вязаной жаккардом, совушка, вот, видите, это сова там, да, у меня здесь очень много различных узоров, это еще прошлогодняя тетрадка, прошлогодняя, и вот в этой прошлогодней тетради, у меня сохранился, схема узора, вот эти листочки, я, в общем, где-то когда-то видела, носки, вязанные, вот этим узором, и там, вот эти листочки, были, связаны, именно, вот, из такой секционной пряжи, то есть, основная нить, была, одним цветом, а вот эти сами листья, они связаны именно с секционной пряжей, эта мысль не давала мне покоя, естественно, ну, как бы этот, ну, и тут, в общем, как говорится, звезды все сошлись, пряжу я купила, вот эту вот, и, в общем, решила осуществить свою мечту, задуманную, по пряже, значит, остановилась, да, чуть-чуть, мне писали, вот, в Телеграм, канале, девочки, когда я показывала, эту пряжу, что они вязали, носок, носки, с одной нити, спицами, 3,25, для меня, эта нитка, тонкая, и я не представляю, как можно вязать, эту нить, спицами, 3,25, я, не знаю, вот, тройка, вот, тройка, вот, 3,25, вот, это вот, вот, 2,25, вот, понимаете, ну, я, конечно, никого не хочу, там, учить, или, там, что-то делать, каждый, вяжет и работает, как считает нужным, у каждого, своя техника, и своя рука, как говорится, ну, вот, допустим, в одну нить вязать, я даже на 2,5, вот, вот, 2,5, в одну нить, я пробовала вязать, но для меня, она тонкая, понимаете, для меня, она тонкая, может быть, если только двоечку взять, и вязать, тогда, может быть, в общем, все это опускаем, каждый вяжет, так, как считает нужным, и теми, номером спиц, который они считают необходимым, все, я вяжу в 2 нити, в 2, в 2 нити, плюс у меня дополнительная нить, вот эта вот темно, малиновая, темная такая, вот она, вот основная, и вот дополнительная, все, давайте переходим теперь к узору, да, вот этот узор листики, ну, что он вот так должен смотреться, да, вот он, этот узор, получается здорово, мне во всяком случае нравится, не знаю, как вам, но мне нравится этот узор, листики смотрятся здорово, и тем более, что и цвет такой подходит, да, рыжо-коричневый такой, вот он, перемешку такой идет, может быть, если бы, я бы фон взяла, вот эту вот, сейчас, вот тут немножко зацепила, сейчас вот так вот, ага, вот, если бы там, может быть, вот эту основную нить взять, ну, допустим, я хотела белую взять, ну, на основную нить, допустим, белую хотела взять, вот так вот, но я так подумала, что это будет слишком резкий контраст, вот с этой нитью, я так подумала, может быть, вот эта вот лучше подойдет, белая вот с этим, с этим цветом, вот, или серый цвет, вот здесь вот, допустим, голубая и белая есть, да, вот синяя, голубая, белая, вот может быть, это с этим подойдет, как вам, кстати, напишите, как вы считаете, какие цвета можно подобрать, вот на этот цвет, на основную нить, то есть, допустим, здесь голубая и синяя, вот с серым смешать, вот этот вот, такие пастельные тона, здесь бледно-сиреневая, бледно-желтая, бледно-какая-то коричневая, ну, такие, знаете, приглушенные тона, думаю, может быть, вот с этим с белым взять, но опять же, я буду вязать в две нити, вот это будет в две нити, вот, поэтому, я так посмотрела, посмотрела на свои, ну, на свои запасы, думаю, что у меня есть, и все-таки решила, что основная нить у меня будет, вот эта темная, а на жаккард, вот пойдет, вот эта вот, рыжая нить, тем более, это листья, рыжие, осень, как бы, ну, с листочками, да, связано, и вот такой вот у меня узор, сейчас получается, я вот прям вот села, это было уже, если я в субботу получила посылку, то вот, воскресенье, я уже связала вот такие вот листики, что у меня на изнаночной стороне, всем интересно всегда, как у вас изнанка, как у вас изнанка, здесь узор получается так, что переплетения практически нету, там всего одна, две, ну, три петли, осила, ну, есть четыре, есть семь, но они встречаются очень редко по узору, по схеме, вот там идет переплетение, а так у вас в основном переплетения нету, некоторые, значит, писали, что никак у них не получается вязать жаккард, то он тянет, то он, наоборот, разболтанный, ну, конечно, девочки, для того, чтобы вязать жаккард, надо иметь навыки, опыт, и чем больше и чаще вы будете вязать, тем больше вы будете контролировать натяжение, вот, не знаю, я как-то уже даже натяжение не контролирую, оно у меня как-то, знаете, получается уже само собой, ну, бывает, вот тут, допустим, на стыках, да, немножко петля больше, да, вот вытянутая, ну, просто вот здесь вот стык, и она, как бы это, ну, если даже происходят такие вещи, то можно вот просто вот так вот подтянуть, с изнаночной стороны, вот так вот ниточку, да, чтобы вот эта вот петля стала меньше, ну, допустим, вот так вот, да, она, и вот здесь вот ее вот так вот подтягиваешь, с этой стороны, и вот здесь вот петелька становится меньше, И потом все равно, когда носишь носок, одеваешь его, все равно он же растягивается. И потом вот эти петельки все становятся на место. Ну еще раз говорю, только опыт, навык, вернее, как сказать, не опыт, а тренировка. Чем больше вы вяжете жаккар, чем вы больше его как бы тренируете, свои руки, свой мозг для того, чтобы делать натяжение нити, контролировать ее, тем быстрее у вас получится. В общем, тренировка нужна, а не опыт. Ну опыт тоже в вязании, конечно, но можно вязать и 20 лет одно и то же жаккар, допустим, и не научиться его вязать. А здесь нужна постоянная тренировка в этом жаккарте, тогда у вас все получится. Это как велосипед, вот один раз научитесь, и потом, уверяю вас, что вы уже не потеряете этот навык, но может быть там первые несколько рядов у вас будет там протяжка не такая или этот, а потом опять войдете в колею. Главное полюбить вязать жаккард, и потом все это у вас будет как по маслу. Так, ну вот, все, что я вам пока на сегодня, да, вот про носки, про пряжу рассказала. Значит, эти носки буду довязывать, попытаюсь найти еще не то, что попытаюсь, я уже, естественно, смотрела еще дополнительные узоры, для того, чтобы, ну, вот эту вот пряжу сочетать и следующее тоже сочетание сделать, какой узор. Ну, а в этом вы, наверное, увидите в следующий раз. Так, ну и в заключении еще небольшой вам будет видос, я купила еще себе вот такой вот блокнот. Что за блокнот, смотрим дальше, и тоже заказываем. Очень хорошая вещь. Так, все, я взяла вот такой вот себе планировщик бюджета. Это такой блокнотик, где можно записывать все свои расходы или планировать, откладывать денежку на какие-то свои нужды. То есть, допустим, получили зарплату или получили пенсию, сразу распределяете по конвертам. Ну, допустим, на комуслуги, там, столько-то сюда положил, на продукты, столько-то сюда положил, на лекарства столько-то сюда положил, ну, там, на еще какие-то бытовую химию, там, на домашние расходы сюда положил, откладываем на мечту какую-то сюда положил, откладываем на покупку пряжи. Вот, положил. Таких блокнотов я насмотрела в ТикТоке и думаю, дай-ка я себе тоже такое же куплю. Что здесь у нас? Значит, блокнот, вкладыши. Это вкладыши, ну, допустим, дата, ну, тут, правда, не на русском написано, на английском, скорее всего, да? Ну, здесь, значит, записываем, то есть, берете этот листокик, вкладываете сюда и здесь пишете дата, когда вы, допустим, отложили какую-то сумму, для чего и сколько вот баланс написано. Баланс, вот, дата, ну, тут уже можно понять, плюс или минус, взяли деньги или положили. Вот такая вот есть стучка дополнительная. Дополнительно еще есть стикеры. Сейчас мы их запишем. Я еще, правда, толком не знаю, как эти стикеры клеить. Такая интересная линейка. Интересно. Значит, различные бумажки, наклейки. То есть, смотрите, наклеечки наклеивать на конвертик вот сюда вот и его можно написать. На что это вы откладываете этот конверт, ну, какую денежку, на что откладываете, да? Вот это вот. Ну, и вот здесь такие тоже стикеры различные. Таких блокнотов очень много, различных всяких модификаций с различными вкладышами, с различными этими. Я выбрала пока самый такой простенький. Вот такие вот. Да, такие наклейки можно сделать. Ну, вот даже такие наклейки. Ну, правда, я еще раз говорю, это на английском написано. Эконом. Ну, здесь можно кое-что прочитать, что этот. Ну, думаю, что эти наклейки я не буду использовать. Вот, наверное, скорее всего, такие вот стикеры. Здесь напишем то, что нам надо. Здесь вот можно, мне кажется, тоже что-то придумать. Ну, это я все пороюсь в интернете, посмотрю, как другие что-то куда-то приклеивают, что на них пишут. Я знаю даже, что есть вот такие вот наклейки и, допустим, положил денежку и вот здесь вот, допустим, зачерпнул, что вот эта сумма у меня есть. Наверное, вот это на самолет куда-то, на путешествие, на подарок, да, еще на что-то. Ну, вообще интересно. Надо порыться, говорю, еще раз посмотреть, какие наклейки, для чего стикеры, туда чего приклеивать, линейка для чего-то тоже. Ну, она, наверное, вот так вот вставляется. Для чего-то. Эти съемные, то есть здесь как-то, как она должна быть, они как-то, по-моему, даже как-то снимают. А может быть, нет. Да и не надо нам снимать. Сейчас все сломаем. Ну, факт, что мне нравятся вот здесь вот конвертики, они вот такие. Сюда, допустим, положил денежку, здесь приклеил наклеечку, написал, для чего ты экономишь, денежку положил, закрыл. Точно так же и другие конвертики тоже. Открыл, положил, закрыл. Затем здесь можно положить что-то, еще какие-то штучки есть. Сюда, наверное, ручку, скорее всего. Вот так вот. И на магнитике вот она держится. В общем, вот такой планировщик бюджета я еще себе взяла. Будем теперь собирать денежку, экономить и складывать. На электронных кошельках деньги не держатся. Ей-богу, вот если у тебя на электронном кошельке есть деньги, они уходят. Я так посчитала. Лучше я пойду, сниму деньги с банкомата, распределю по своим конвертикам. И я буду знать, куда, на что и для чего я отложила. И все. Положила, закрыла и забыла. Так, ну что ж, все на сегодня. Я считаю, что у меня была продуктивная неделя. У меня появилось три новых изделия. У меня появилась новая пряжа. У меня есть блокнот, который я теперь буду пользоваться. И до следующих встреч, дорогие мои. Надеюсь, что вам видео понравилось. Вы оставите свои лайки, комментарии. И будете ждать продолжения моих связальных влогов. Всем пока. Всем до свидания. И до следующих встреч. Продолжение следует.